Улица Гоголя упирается в старый большой овраг и ведет к Расторгуевскому кладбищу. В последние дни здесь действительно оживлено движение. Очень грязно, шумно, тишь да гладь нарушает строительная техника. Ну вот здесь мой, как говорится, участок. И здесь я пришел, смотрю, в течение двух недель возили грунт. Куда? Машины тяжелые. Вон туда, в овраг, высыпали этот грунт и разбивали дорогу. Поэтому я обратился в 25-й отдел, написал заявление главе города о том, что большие грузы могут и здесь разбить дорогу, и центральную дорогу в Расторгуеве. Работа у оврага кипит. Мы приехали днем и увидели три трактора, две груженные машины с грунтом, выгружают, разворачиваются следом. Сразу прибывают другие и тоже груженные. Чтобы разобраться, законно ли действие по засыпке оврага, мы вызвали на место представителей охраны окружающей среды. С одной стороны, участка велась в водоохранной зоне водного объекта, поэтому это полномочия по контролю надзору за водным объектом у нас за Министерством экологии. А в данном случае, вот именно сегодня, водоохранная зона не затронута, то есть в части экологии нарушений не выявлено. Законность действий отдел охраны окружающей среды заинтересовался три недели назад. Совместно с полицией, Министерством экологии и Госадмотехнадзором провели внеплановую проверку и выяснили, что работы проходят на законных основаниях. Установили и собственника, представители которого, к слову, не заставили себя ждать и сами приехали к оврагу, как только узнали, что мы заинтересовались их работами. Просто подсыпаем себе выравниваемый участок. Мы хотим подровнять, просто сейчас он не пригоден для того же самого выращивания чего-либо. Все документы в порядке. Земля, сельхозназначение и она в частной собственности. Собственник своими силами проводит рекультивацию оврага. Я думаю, мы просто не донесли до всех соседей, что мы им поможем и с дорогой установим. Как бы наша вина, надо было обойти всех, а мы как бы, ну, наша вина. Сейчас донесем, постараемся донести до всех, пообещать им, что все сделаем. Как бы, я думаю, все будет хорошо. Справедливости ради, надо сказать, что и Петр Иванович проживает не в непосредственной близости к оврагу. Потому с ним до сих пор новые соседи и не познакомились. Дорогу отсыпать и поддерживать ее собственники оврага пообещали, как только с полотна сойдет лед. Через неделю поставят вокруг своего участка забор, на котором разместят контактную информацию и сроки окончания всех работ. Татьяна Кременецкая, Владимир Бижонов, Анастасия Нарухонова, Видное ТВ.